И пусть они там лежат и хранятся. А почему? Потому что деньги должны приносить. Правильно, потому что инфляции они могут обеспечиться. Например, если вот сегодня за 50 окажется тысяча рублей. Пусть можете купить. Сколько мороженого, если они будут стоить 50 рублей? Очень много. А например, в следующем году они будут стоить уже 53 рублей. Правильно? Хорошо. Если вы будете, допустим, куда вы можете вложить эти деньги, чтобы они работали? Итак, пора денег. Синтелетные депозиты. Еще что можно с ними делать? Золото, брак, металл перевести. На бенжах выбирать на эти деньги. Инвестировать. Инвестировать в какое-нибудь строительство. Ну или положить на фарш. Давайте, начнем с банковского депозита. Что это такое, знаете? Ну, депозиты. Классный шпанс определенную сумму, на которую потом проценты. Например, вы положили свои денежки и под процент 6% в год. Следовательно, каждый год вам будут 6% прибавляться. Если мы положили 101 тысячу рублей под 6% в год. Сколько мы получим процентов? Какой процент? Просто 6 процентов. 6% от 100 тысяч. 101. 6600 рублей. Всего мы получим следовательно 106. 107 тысяч 600 рублей. 106 тысяч 60 рублей. А, 60, да? Да, 106 тысяч 60 рублей. Если положили 101 тысячу. А, да-да-да. Молодцы. Так, вы знаете, что такое ценные бумаги? Да. Это предприятие разное. Акции, предприятие. Газпром, да, облигация. Всего. Это инструмент, который позволяет вам вкладывать деньги, пациентные бумаги, тем самым тоже получать от этого какую-то прибыль. Есть у нас какие облигации? Газпром. Ой, облигации и акции. А, акции, облигации. А, что такое облигация? Ну, облигация, я не помню. Это, наверное, закрыто. Долговая, по-моему. Нет, долговая. Это мы в долг предприятию даем. Мы даем, да. И даже можем нашел в области Воронежской долг. И потом обратно они у нас ее выкупали. И даже государство выпустило облигации в этом году можно было брать. Так, а акции? Ну, это непосредственно, не долговая. Вот купила уже владельщик. У нас очень доходов. Часть, кусочек, в общем, компании. Ну вот, давайте так. Например, мы покупаем в Сбербанке акцию за 1000 рублей. Всего у Сбербанка 10 тысяч акций. Часть прибыли Сбербанка составляет 1 миллион. Соответственно, Сбербанк выплатит каждому акционеру по 100 рублей. Эти 100 рублей называются дивидендами. Это то, что мы получаем от Дома. Так. Еще у нас есть какой-нибудь инфекционный фонд. Знаете, такие? На Доме тогда, в строительстве. Молодцы. Как Вы думаете, куда Вы еще будете готовы вложить свои средства? В акции. Давайте везде положим, распределим. По кусочку. Ну, можно везде, но желательно лучше в акции. Всего. А это большой риск будет. Мы же потеряем. Облигации менее рискованы. Что делать? Давайте распределим. Это полностью Ваш выбор. Давайте, думайте. Как Вы думаете? Что делать?